И начнем выпуск с новостей из Аккорды. Повысить обороноспособность страны поручил главе профильного ведомства президент Казахстана. Руслан Жиксылыков доложил Касымжмар Татукаеву о национальном проекте «Безопасная страна» и реформированию казахстанской армии, в том числе формированию сил специальных операций. Верховный главнокомандующий указал на необходимость дальнейшего развития вооруженных сил и поддержания их боеготовности. А министр юстиции проинформировал президента о защите интересов страны в 25 международных разбирательствах. Канат Мусин отчитался и об оказании юридической помощи населению. Ее получили больше 122 тысяч казахстанцев. Президент поручил уделить особое внимание защите прав и свобод граждан. Также глава государства провел телефонный разговор с Акимом Мангистауской области. Выслушав отчет Нурлана Нагаева об общественно-политической обстановке в регионе и о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития области, Касым Жамар Тукаев дал ряд точечных поручений. МВД, глава государства, поручил объективно расследовать причины январьской трагедии. Сейчас расследуется 2739 уголовных дел. В основном это кражи, незаконный оборот оружия, умышленное повреждение чужого имущества, доложил Тукаеву министр внутренних дел. Под стражей находится 271 человек. 196 задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. Министр также сообщил, что для представителей общественно-наблюдательных комиссий, национального превентивного механизма и НПО обеспечен доступ в следственные изоляторы. О ходе реформирования деятельности комитета нацбезопасности доложил президенту председатель КНБ. Ермек Сагимбаев также рассказал, что в настоящее время по компетенции комитета расследуется 27 уголовных дел по фактам насильственного захвата власти, актов терроризма, массовых беспорядков и других преступлений. Задержаны 24 человека, 14 из них последователи деструктивных религиозных течений. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по совершенствованию работы органов КНБ. Продолжение следует...